Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! Поздравляю всех, кто слушает нашу программу сегодня с утра. И у кого сегодня Рождество, ну, вечер, день накануне Рождества, поздравляю всех с отчельником рождественским, в студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я и ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня живой гость в студии. Это просто счастье, потому что я так люблю начинать Новый год с программы, в которой мне есть поговорить с каким-то человеком, которого я очень люблю. И это Байба Брока, актриса, Новый Рижский театр, Рига. И я не просто так позвала Байбу сегодня. У меня в ленте, в Фейсбуке в последнее время Байба появляется очень-очень часто. Потому что выходят какие-то фильмы с участием. Сейчас расскажешь немножко об этом. И недавно был анонс, что латвийское телевидение показывает сейчас архивные записи спектаклей. И в том числе с твоим участием из Нового Рижского театра «Аспазия». Он записан и показывается. По-моему, для тебя это один из самых важных спектаклей. Правда? Да. Здравствуй. Ещё раз, Женя. Да, очень приятно, что ты меня позвала. Да, вот это очень важный для меня спектакль. И я очень рада, что он записан. Потому что есть некоторые, которые мы ещё играем, но не записаны. Но вот и как-то получилось, что лучше бы и не сыграло. Вот когда записываешь, иногда не получается так хорошо, как хочется. Но вот этот был как-то удачный спектакль. В общем, получилось, и это оставляется, это как, ну, это что-то уже, что я оставляю после себя. То, о чём мы говорим, что театр существует каждый раз по-новому, каждый спектакль заново играется практически. Всё зависит от настроения зала, от настроения актёров и от того, что между ними происходит. И вот тебе повезло, потому что твой любимый спектакль, твоя любимая роль Аспазии, которую ты очень долго готовила, спектакль Мары Киммеля, который вы ещё играли на улице Лачплэша. И перенесли потом уже на улицу Мера. Да. Но этот спектакль записали в тот момент, когда ты была в хорошем настроении, зал был прекрасный, партнёры были все, тоже соответствовали, и у вас получилась очень хорошая запись, хорошая, хорошая спектакль. Да, но вот к этому спектаклю я всегда была в хорошем настроении, таком бодром, потому что вот там по-другому и нельзя. Вот это был такой прыжок, который каждый раз надо было сделать с максимальным усилием. И очень хорошие партнёры, Дерц Круменьш и Ивар Скрастцы, когда мы, ну, слились вместе. Вот это тоже такое большое счастье, что все, которые были в этом спектакле, все актёры играли, каждую свою роль как-то вот очень-очень, ну, взяли так очень серьёзно вот это. Когда делали тоже это было. Я просто хочу сказать слушателям, что этот спектакль можно посмотреть в записи. Заходите на сайт театра и смотрите новости, где, как можно в доступе это найти. Скажи, и ещё ведь у тебя несколько фильмов. Ну, вообще-то да, вот несколько, вот начинается, начинается уже показ, сериал Эмилии Бенемини, Королева прессы. Где вы с Гуной? Мы с Гуной Зариной играем, да, в тандеме, как бы. Да, это очень интересная роль, как бы, ну, можно назвать её серым кардиналом, как это, да? Правильно, да. Образ. Но, может, подруга, может, как метафорически, как голос... Совести. Совести, да. Ну, всякое, по-всякому можно воспринять этот образ. Но мне было очень интересно, как бы так сурдир, ну, как бы так притиханно, вот так играть, как бы не открытым таким темпераментом, а вот так скрытым, со взглядами и, как бы, понятием, что происходит. Это была интересная роль. Для тебя, да? Для меня в кино. Так, это первое, что уже вышло, и потом уже готовится. Это можно уже смотреть на платформе ТЭД. Это нужно уже смотреть. Нужно смотреть на платформе ТЭД+. Плюс я знаю, потому что я слежу за этим. Но у тебя ещё премьера фильма, который вы снимали, наверное, два уже года назад или больше. Ты имеешь в виду который фильм? Мама. Мама ещё смеётся, да. Мама ещё смеётся. Нет, эти все фильмы, которые сейчас будут выходить, они мы сняли во время первой пандемии, когда всё было закрыто, и как-то посчастливилось делать эти фильмы. Многие. Я посчитала шесть. Ну, разного размера эти роли, разного масштаба, но много было. Даже одно время, в январе, я каждый день смотрю, чтобы не попутать, куда идти. На какую площадку ехать съёмочную. Да, и кого я играю. Но это очень-очень-то мне повезло. Это какой просто дар был в это время. Год назад, да? Да. И сейчас это начинает выходить. И следующее, вот мама ещё смеётся, это молодая режиссёр Элза Гауя, первый её большой фильм, как road movie. Ну, вот, это было точно. Мы ехали с таким ужасным бусиком во время... Съёмок этих, да? Да. И погода тоже была, ну, как сейчас, зима настоящая, но только ещё похолоднее было. Ну, минус 16, минус 20. О богу попали. Да, это было очень-очень интересно. Но это хорошо, это когда обстоятельства помогают актёру, вникнуть в образ, потому что мы играли... Мама умирает, и мы, три дочери, должны её привезти с Суоми, Финляндии, привезти домой, потому что она хотела быть... Быть дома. Но у тебя же там партнёрша ещё прекрасная. У меня очень прекрасная, да, Ига Кажева Циня, очень прекрасная актриса, и Анта Айзупи тоже очень прекрасная актриса. Это вы три сестры такие, да? Мы три сестры, но мы, визуально первое, что... Похожи, да. Похожи, и как-то мы... Эта динамика наших отношений тоже как-то складывалась, как трёх сестёр. Вот я посередине, я средняя сестра, как бы связывающие эти очень странные, отличные вот эти, отличающиеся друг от друга, очень такие сестры. И как-то мне показалось, что это как-то очень правдоподобно. И то, что мы каждой, каждой тоже не вынесли в этот фильм какие-то свои, ну, с Пьеради вот свой опыт. А чуть-чуть, да. Да. Ну, я очень-очень и жду этот фильм. Сейчас ты снимаешься ещё у Карища. Я снялась. Уже снялась. Я уже всё сделала. Я сейчас только сижу и жду, как это получится. Вот не знаю, вот может в январе уже выйдет. Ну, реклама уже пошла. Да, вот я увидела. Да, да. И тоже хотела спросить. Ведь Вестру Карищ сейчас снимает этот фильм, уже находясь в статусе художественного руководителя театра Далес. Да. И деля своё время между театром и кино. Мне кажется, он всегда так делал. Он никогда не делает одну работу. Вот одно, да? Да. Но с Вестру Карищ мы сокурсники. Мы знаем друг друга очень давно. Потому что это был курс Петериса Крилова, где актёры и режиссёры вместе учились. Это было очень-очень так полезно для обоих сторон. Но я с Вестру Карищ больше так как бы не работал. Только в это время, когда мы учились вместе, какие-то дипломные работы. А потом сошлись наши дороги. А вот скажи мне, а ты смотрела спектакль, который он сейчас делал в Далес? Вот Смельдиса не видела. Потому что интересно. Очень интересно. Для тех, кто играл в вашем спектакле у Гатиса Шмидта. Да, да, да. Там есть какая-то... Соревновательность чуть-чуть, да? Ну да, конечно. Как бы мы этого Смельдиса делим. Нет-нет-нет. Смельдис, театр Дайлес. Я просмотрю. Вот не было просто, не получилось. Потому что, когда мы... Когда всё открывается, мы играем, играем, играем. И нету вечера, когда пойти туда. Но да, интересно. Скажи, пожалуйста, последние премьеры где тебя можно увидеть сейчас на Ларижском театре? В каких спектаклях? Последняя премьера режиссёра Гатиса Шмидта спектакль Кризантемы. Да, наверное, это летом мы сделали. И играем сейчас. И сейчас уже следующий Гатис Шмидт делает тоже спектакль, над которым мы работаем. Это будет оригинальная пьеса, которую пишет Юстейна Клява вместе с Гатисом Шмидтом. Такой очень интересный какой-то жанр. Потому что с Гатисом Шмидтом всегда это... Ну, никогда непонятно, что это будет, как это будет. Потому это интересно, опасно, вот так как бы так... Авантюрно. Авантюрно всегда. Для актера, да? Да. И я уже так не... Вот и выпускаю это оспаривание. Вот как бы я сразу как бы стараюсь вникнуть и понять, что на этот раз там Шмидт придумал. Ну, какой-то жанр такой, как готика, криминал. Ну, вот очень-очень интересно. Надо будет следить и ждать премьеры. Да, да, да. Значит, «Хризантемы». А вот это новая премьера, которую вы сейчас репетируете. А что еще в прошлом сезоне где-то была занята в каких спектаклях? Вот я сейчас... А, ну вот мы выпустили спектакль, который мы сделали перед первой пандемией 12 марта, в твоем дне рождения, сыграли дегенеральную репетицию и потом все закрыли. И вот спектакль мужчины, женщины и мужчины, Ауиса Херманиса, и мы как бы вот полтора года его как бы... Никак не можете его... Никуда. И сейчас выпустили, осенью выпустили, тоже играем Майя Цаде, германская такая драматург. Ну, это такой спектакль, ну, вот такой анекдот. Ну, как бы, когда местами поменяют поменяли роли женщин и мужчин, как бы роль женщины проецируется на мужчин и роли мужчин на женщин. Социальные, да, общественные роли. Как бы, как со стороны выглядят какие-то поступки мужчин, ну, например, я играю женщин, ну, как женщина, но с поступками мужчины, вот как... И чтобы показать, как это со стороны выглядит. То есть это такой обмен гендерными ролями, да, при сохранении, на самом деле, ну, каких-то общественных поведений, социального поведения, какого-то эмоционального поведения. А на самом деле, как бы, мужчины остаются мужчинами, только играют, да, такие, психологически играют совсем другие роли, да? Да, да. Ну, как бы, начало такой, как бы, анекдот, но... Но на самом деле, я так понимаю, что это довольно серьезное высказывание, потому что я как раз, для меня был очень важен тот сезон, который так вот закончился не очень удачно, потому что в том сезоне ведь Алвис Хермани сделал несколько подряд спектаклей, которые, в общем, выстроились все вместе в определенную картину. Вот со студентами он сделал, да, и который вот завершался как раз спектаклем мужчины и женщины, женщины и мужчины. Вот, кстати, интересная история, мы все время называем мужчины и женщины. Видимо, у нас, мы все любим фильм Клода Лилюша. Да. И это вообще просто такая установка уже. Ну, хорошо, а что еще ждет тебя? Какие у тебя вот... Или что ты играешь из старого, что бы ты хотела сказать вот в сезоне, что тебе интересно было бы, чтобы люди пришли, не пропустили из старых своих спектаклей. Я смотрю, 12 стульев сейчас тоже записаны, да, и будут показаны онлайн. Но вы продолжаете их играть или пока не очень понятно? Нет, нет, этот спектакль мы уже отпустили. Все, это уже архив. Да, это архив. Золотой архив вашего театра. Да. И тоже можно посмотреть записи, ты там ведь тоже играешь. Да, 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 да. Мы играем трех старушек. Сестер. А сестер. Ну, как, можно и так быть, что с сестры. Соседок каких-то, да? Да, ну, таких... Сплетниц. Да, но очень-очень таких метких, которые все видят, все понимают. И все могут объяснить. Да. Да. Ну, а со старых спектаклей мы играем, например, Обломова. Ну, этот спектакль, я в нем не начала, но потом прыгнула, и вот эту роль, как бы, сделала сама, вот, уже в готовом спектакле, и как бы с помощью партнеров, и Герц Крумнич тоже тогда играл, и он очень мне помог, а и Алвес потом пришел и посмотрел, как бы, как это... Ну, я там, это же чуточку переработала, потому что я, ну, по-другому почувствовала вот этот образ, не как актриса, которая передо мной играла, и это был... И сейчас я очень хорошо там чувствую, как бы, как бы, вот это такое тоже большой, ну, когда вечером вот смотреть такой спектакль, это гамма этих эмоций в Обломове, это очень-очень такая, ну, большая... Вот давай мы посоветуем, потому что меня очень часто спрашивают, что же посмотреть русским, которые не очень хорошо, может быть, знают латвический язык, и какие-то... Вот спектакли, которые сочиняются, специально это сложно, потому что текст неизвестен, но Обломов, история известная, текст понятный. И... Да, и прекрасные актерские работы, и Гундарса Абуа Лыньша, и Виласа Даудзина, и про там с Андреса, конечно, Андреса Кейша, ну, там каждый какое-то своё место нашёл, ну, нашёл и делает, и мне кажется, это очень хороший спектакль, который... И это классика, это как бы всё понятно, но... И это классика Херманису при этом. Да. Потому что вот эти все его... То, за что его очень полюбили, я помню, тогда в России, вот за все эти находки, этюдные работы с актёрами, когда характер через какие-то мелкие детали, через какое-то взаимоотношение, через очень подробное проигрывание... Атмосферу. Которое там есть, вот этот вот... Да, вот это очень важная атмосфера, и пыль, настоящая пыль, которая на сцене, которую Кристина Юрьевна, как художник, ввела везде, и это такой тоже образ. Да, всё такое немножко припорошённое пылью, и от любого взмаха она появляется. Она появляется. И все такие немножко, как будто бы в ней находятся, да, пошатся в этой пыли. Поэтому ловите, спектакль идёт, можно посмотреть, можно увидеть Байбу Брока, спектакль обломов. Да. Да. Один из самых интересных спектаклей, вот уже там ему много лет, но тем не менее ловите, потому что играется, и отличные партнёры у тебя там. Да. Скажи, пожалуйста, какие спектакли ты у себя в театре смотришь? Ведь у вас есть, я заметила, у вас есть такой принцип, что те, кто не заняты в спектакле, всегда приходят на премьеру. Да, я всё смотрю. Это мне просто очень интересно, вот смотреть на коллег, что новое найдено. И сейчас я могу тоже сказать, вот хороший спектакль в нашем театре, тоже спектакль режиссёра Улдиса Теирона. Теирона, да. Поцелуй... Тёте Клавы. Тёте Клавы, да. По «Москва петушки» по роману, по поэме, как это называется. Ну да, такая поэма не в стихах, а в прозе. Да, в прозе. Очень интересный спектакль, очень такой артистичный, такой оригинальный, и такой остроумный, и какой игровой. Мне очень нравится смотреть на своих коллег, как они, вот Каспар Знутинч особенно, как они, как легко вот эта артистичность проявляется, как они, ну, вот с каким азартом все играют, это что-то новое, это не реализм. И вот как-то Улдис Теиронс тоже был какой-то перелом в моей актёрской жизни, когда он пришёл, вот я как-то, он что-то переворот сделал даже в моей голове, потому что мы делали спектакль о Ленине. А ещё играете его, «Последнюю ёлочку» Ленина? Нет, не играете. Уже тоже не играете. «Последняя ёлочка» Ленина, вот так назывался, да. И я играю Крупскую. Но это же нельзя сказать, что это была Крупская, это скорее была такая кукольная Крупская. Тут и начинается то, что я пришла, приготовленная, смотрела, читала, Акрупская и всё, ну, как я делала Аспазию, вот у меня есть такой, ну, вот, Прекштадт, вот такой, ну, вот такой путь, как я делаю роли, как и что надо знать. Как ты готовишься к этому всему. Как я готовлюсь, и я всё уже проделала, и прихожу, и это всё, это всё по-другому. И мне был такой период, когда мне надо было себя переломить и понять, что это всё надо, это хорошо, что я всё это ношу с собой, но это другим способом надо вот этот образ делать. Да. но это было интересно, потому что ведь это всё не просто так было придумано в этом кукольном, как будто бы кукольном формате, как будто бы фигуры актёрские, которые на сцене, они такие немножко и клоунские, и чуть-чуть такие, как будто марионеточное движение, да, придумано было очень много всего вами для этого спектакля. Это же просто отсылает действительно к 20-30-м годам, ну, к началу, первых вот культурных каких-то изобретений авангарда советского того периода, и я так понимаю, что очень много было связано и с рождением абериутов, движения, вот то, что писали книги и стихи, и там очень много вот таких смешных вещей, как будто бы детских, а на самом деле не детских. Было интересно, много для себя тогда открыла, когда репетировала этот спектакль? Да, да, да. Совсем другое мышление, как строится спектакль, и что вот это не Тейронс, вот как бы всё существует одновременно, вот этот какой-то такой его устаде, что ты не проходишь как рассказ, вот степень, да, но как-то... Последовательный, это не последовательный рассказ, а параллельное существование всех героев, да? Да, да, вот это было очень, для меня новое открытие, и что ничего не противится, ты можешь говорить о книге умерших, тибетской книге умерших, и о советской жизни, и всё как бы в одном... пересекается. да, вот это был очень интересный... Это, наверное, для философов это всё время как-то существует, всё одновременно. многомерный такой мир, но для актёров всё-таки как-то это было для меня что-то новые подходы, я понимаю, что мне своё нутро надо по-другому строить, ну, а не выстроить как рассказ, вот я, откуда я иду и куда, ну, вот это самое простое, как бы, существование актёрское, но вот как-то найти вот что... как... что в моей голове происходит в то время, когда я вот играю вот не кукольное, а как-то... Ну, это была очень интересная работа внутренняя, что, ну, что я себе открыла, и как-то это, ну, раскрылся как бы горизонт, а можно же что-то... Я была... Но это же другие кукольные внешние образы, чем, например, были в «Ревизоре». Да, да, это по-другому. Это в «Ревизор» это больше как бы по Чехову. Мы говорим о спектакле, который поставил Аллес Херманис, и о том спектакле, который, в общем, наверное, первым так выстрелил и проехал по всему миру. Да, да. Очень много... И ты играла там Марья Андреевна. Марья Андреевна. Андреевна, да, да. Марья Андреевна. Ну, это больше было такое... Это по Чехову. Как бы, делаешь образ очень яркий, но все-таки всю психологию, аналогию проходишь, вот как бы не ломаешь. То есть у тебя внешний вид был такой, а внутри вы все-таки играли такую последовательность истории Гоголя всех отношений. Ну, вот я хотела просто спросить, а здесь ты существовала совершенно в другом формате, да? Да. В «Последней елочке» Ленина у Терренса. Потому что я очень люблю этот спектакль. Я его смотрела несколько раз у вас, и мне он очень нравился, и каждый раз я тоже понимала, что действия происходят все время где-то, и нужно не упустить никаких моментов, потому что кажется, что оно здесь, а оно происходит где-то еще. И то, что надо вот этот... Когда мы все с таким азартом играли, вот эта энергия очень-очень такая, ну, занимающая тоже зрителя, а когда мы как-то вот не соединяемся, вот как бы все распадается. Вот это тоже было такое открытие, что вот на этой энергии очень многое держится. И только потом ты получаешь эту как зритель эту энергию, а потом ты начинаешь так анализировать и делить кто-кто, ну, что представляет. Но все-таки это очень важно. В театре вот это очень важная вещь. Быть вместе. Быть вместе и вот чувствовать всем эту энергию и давать, все отдавать, свою энергию соединять. И зритель не может не получить ему что-то не нравится, но он эту энергию получает и он должен тогда потом думать, а что же это было, но уже в таком, уже в спектакле, ну, да, получивший. Скажи, пожалуйста, ты вспомнила, что ты училась вместе с Каришем на курсе Петри Секриллса. Да, с Каришем, с Гаттесом Шмидтом, с Вестур, с Джилленджером. Это у вас был такой курс прекрасный. Да, прекрасный, да. А что по поводу ирландцев, дублинцев? Да, ой, вот этот спектакль я как-то позабыла. Да, вот я поэтому вернулась через такой ход. Спасибо тебе, Женя, да. Это же тоже такой, ну, как бы, спектакль, который выпускался в условиях, когда было непонятно вообще, вы будете его играть, нет, как вы что-то... Ну, это не было самое главное в этом спектакле, самое главное было воссоединение опять с нашим главным педагогом Петерсом Криловым. И я это чувствовала как, ну, как очищение от всех, вот, как, как их наложений, которые за всю эту рабочую жизнь, как на актеров, все штампы, все такие, как бы, свои, ну, все время использованные вещи, как бы, он отчистил. Мое чувство, что он как бы так, ну, сказал, Байба, ты же вот она, да? Да, да, вот как-то попал в самое ядро вот, вот, такого, моего актерского тела. Но моя роль очень маленькая, ну, там, очень важная, но я играю главная, главная часть, это один рассказ из Добланиш, этого, этого, Джойса, это Джойс, да, Вы же играете Джойса, рассказы. Да, вот этот рассказ, который у меня самый главный, там, это рассказы «Умершие», да, и это, как бы, эссенции вот этих рассказов, потому это очень важно, это в конце спектакля, и, как бы, вся, ну, по объему... Все, что было до того, все нанизывается на тебя в результате, да? Ну, так я чувствую, каждый так скажет, ну, потому что очень там многие темы, и это, которую я играю, только одна из тем, но это она в конце, потому она так, так важно, вот этот камертон дает, но там очень, самое главное в этом спектакле все-таки рождение молодого человека, его, как бы, ну, самосознание, вот этот период, как он... Сознание себя, да, Сознание себя, да. Мира вокруг себя, да. И религия, и Бог, и все эти большие вещи, которые, большие идеи, которыми... Петер Сквиллов всегда работал, и мы, когда с ним работали, вот первая наша дипломная работа, очень важная дипломная работа, братья Карамазовы, Достоевского, ну, там он, ну, нас сделал людьми, не только актерами, но как-то людьми с каким-то амплитудой. Амплитудой большой, да? Ну, Где было и трагедии, и до смешного, и все. Да, да, как-то так было. Для вас было в этом Достоевском. Да, вот. Но надо сказать, что кто успел, тот успел, потому что этот спектакль, запись этого студенческого спектакля во время первого локдауна была доступна. Я смотрела этот спектакль. Мне кажется, он все время доступен. Он до сих пор доступен, да? Да, до сих пор, да. То есть можно посмотреть вас, когда вам еще 20 лет. Да, можно сравнить. Тех звезд, которые сейчас работают в разных театрах и в кино, снимаются и режиссеры, и всех можно посмотреть в этом спектакле. Я поэтому его и посмотрела. Мне было очень интересно, как это все было. Ваша студенческая работа. Значит, мы говорим о спектакле, который вышел вот в начале этого сезона. Ну, то есть он был отрепетирован во время прошлого локдауна, но вышел в начале этого сезона. Это «Дублинцы с улицы Мьеру». Правильно называется так? «Дублинная Шемейра Ела». Да. То есть имеется в виду, что все-таки это то, что происходит в вашем театре на улице Мьера. Да. Но в какой-то мере. То есть вы не прикидываетесь, что вы настоящие дублинцы. Вы играете актеров, которые играют дублинцев. То есть это такая актерская задача. Задача такая. Я люблю очень такие вещи, когда театр не скрывает, что он театр. Да. Да-да-да. Но все-таки мы играем и дублинцев, и себя играем. Но мы в какой-то степени все-таки играем себя. И то, что драматург Грицман, это представление о каждом из нас, вот какое у него тоже было, и у Петериса, и у Грицмана, они вместе этот драматургический материал делали. Но с такими тоже представлениями чуточку о каждом, о ком-то поярче, о ком-то как бы так... Чуть-чуть таким эскизом, да? Да-да-да. Но тоже подчиняюсь тому, чтобы раскрыть, вот как-то начать раскрыть эти рассказы и тоже из Улыса какую-то часть героев как-то открыть и показать. Вот да, это очень важная вещь, когда, например, Каспар Знотнич показывает, как он вникает в образ отца. И вот это очень интересно смотреть, да, мне кажется. Ну вот сейчас все говорили о спектакле Горбачёв, о том... Да, я видела. Ты вот сейчас поймала меня. Я хочу поймать, что... И все восхищаются, конечно. И я тоже посмотрела сейчас его в Москве, когда была немножко... Посмотрела. Мне удалось попасть на этот спектакль. И, конечно, это потрясающее партнёрство. Челпан Хаматова и Евгения Миронова. Это какое-то невероятное... Ну, просто люди, которые так себя друг друга уже чувствуют. Мы говорили об этом с Гуны Зариней. О том, что ваш театр, ваш коллектив столько времени работает вместе, что у вас тоже вот это есть потрясающее партнёрство. Вы очень хорошо знаете друг друга. И вот за такими отношениями, как в вашем театре, партнёрскими, актёрскими, прям надо ходить и смотреть, потому что это действительно уникальная актёрская техника, как вы друг с другом общаетесь на сцене. А я хочу вернуться ещё тоже, сказать, что... То, что говорят о... Потрясающая работа, о вхождении в образ, о постепенном вхождении в образ героев Горбачёва и его жены Раиса Максимовна. Ведь вот то, что ты сейчас сказала, как Каспар Знотин, что на глазах у публики входит в роль... Вот как он от Каспарса, актёра, меняется на глазах публики в ту роль, которую он играет. Вот если кому-то интересно смотреть за такими вещами, которые очень... Ну, как бы не... Не в прямую работают на сцене. Это, конечно, нужно любить театр и чувствовать театр, и знать актёров. Я вам очень рекомендую смотреть спектакли Нового Рижского театра с актёрами, о которых мы сегодня разговариваем, потому что это действительно уникальные актёрские техники и гениальные актёрские возможности, которые есть у актёров вашего театра. Да, ну, спасибо, что ты так говоришь, но это, может, это тоже выходит от Алвиса, Херманиса. Вот такая просьба к актёрам так вникать в этот образ. Мне тоже очень понравился спектакль Горбачёв, и, ну, восхитительная работа актёров, такая тонкая, такая... И такая лёгкая. Вот ты не видишь, как это делается, а как-то они... И такая естественная, как бы органичная какое-то существование. Прекрасно, прекрасно. Но вы не уступаете. Нет, мы можем оценить друг друга. Я хотела как раз об этом сказать, что если это есть в спектакле, о чём мы сейчас говорили, то идите, смотрите «Дублинцев на улице Мейера». Да, и там молодые люди тоже, мне кажется, проходят школу и как актёры, и как наше новое поколение, которые наши студенты, студенты, которые будут наши... И уже есть наши коллеги в Новом Лишском театре. Вот такую очень хорошую школу, мне кажется, прошли. И они как и говорят со старым актёром, с нами, и спрашивают, и как хотят понять. Ну, это так а искусственного, что вот как-то задевает, как-то приятно. Ну, то есть работа над этим спектаклем дала для вас ещё и взаимоотношения другие с молодым поколением актёров, потому что вы, как ты сказала, вы почувствовали себя теми студентами со своим учителем, то вы как будто бы сравнялись в какой-то степени с теми молодыми, которые с вами работают сейчас. Да, да. Это был такой очень... такой процесс, очень важный для всех. И даже мы, когда мы выпустили спектакль, и без зрителей, Альвис, наверное, был единственный зритель, который стал и начал аплодировать. И как-то моё чувство было, да нам и не нужен этот зритель, ну, какое-то время, вот в этот период. Но потом уже, конечно, конечно, театр без зрителя, ну, это не вопрос, да, это неоспоримо. Ну, это, конечно, было очень странное ощущение вот этих полутора лет, когда, ну, слушай, уже, правда, полтора года, больше, уже два года скоро будет, как театр существует в каком-то странном вот этом режиме. постоянного ожидания опять остановки движения. Ну, да, это тренирует быть всегда готовым, как-то чем-то это всё ну, ну, позаменить. Позаменить, да, да. Вот этот раз, который мы осенью делали, я очень-очень так целесообразно, надо прочесть вот то, просмотреть то, потому что я поняла, если сесть, вот это начнётся какой-то очень не уже процесс, может, какие-то вот... Разрушительные для тебя, когда человек. Да, да, надо... То есть, когда вот этот был сейчас последний локдаун месяц, ты много читала? Да, я читала и смотрела фильмы. Хорошо, тогда скажи, книжки какие прочитала. Ну, вот я прочитала, да, это очень важно для моих детей, я прочитала, это не про профессию, а вот Кайпу Сауджи, вот подростки, у меня дети-подростки, я прочитала очень небольшую книгу, как с подростками работать, это про жизнь. Я прочитала книгу про Дзейду Риттенбергу, про её жизни, и там очень тоже многое связано с Россией, с профессией, с Москвой, и с кино в то время. А ты знаешь, что она жила в моём доме, где я родилась? Не знала. Да? В Москве. В Москве, да. Как интересно. В одном подъезде мы жили. Как интересно. я была маленькая, я, конечно, её не помню, мне мама рассказывала. Она жила на другом этаже, выше, потому что квартиру дали тогда Урбанскому, но он в неё не успел въехать, и въехала только она. Уже потом, после его. Ну, это вот, конечно, в 60-х как раз. Да, вот как интересно. Да. И она какое-то время прожила в доме, вот мама всё время рассказывала о том, как она ходила в беретки. Ну, вот это очень интересно, вот так, потому что Дзейду Риттенберг мой первый режиссёр в кино, вот в 90-м году вышел фильм, последний фильм заказа Москвы в Рижской киностудии. Это точно был последний заказной фильм. Ну, государственный заказ. Да, да, был. Вальс длиною в жизнь. Двухсерийный художественный фильм. Да, я играла эту героиню молодости, Астрии Дакайрша, играла её уже взрослую. Взрослую, да. Я как бы вот эту. Ну, так, это моя, очень важная, важный момент в моей жизни. 16 лет получить такого режиссёра, такого педагога, и, ну, она, она всё просто меня, как бы, ну, для этой роли сделала, и, как бы, вот такой жизненный опыт дала. Я очень, мы потом уже каждый год, как бы, созванивались, и, как бы, она всё, всё время, как бы, держала вот такое, руупе, вот как, вот. Приглядывалась к тобой, да? Как же эта девочка растёт? Да. Ой, как всё интересно пересекается в жизни. Хорошо. А кино какое-то посмотрела за последнее время? Да, вот был очень хороший этот фестиваль Ивка, в котором я, Лео Каракса, вот этот, Анетта. Ну, прекрасный фильм. Ты говоришь про фестиваль Рига Интернашнл Фильм Фестиваль, который в октябре, и который прервался тоже, потому что в какой-то момент пришлось не показывать уже в залах, а только уйти в онлайн? Ну, я в онлайне смотрела всё как-то, потому что, когда, ну, да, параллельно к театру, когда всё уже закрыли, тогда вот, вот это большое впечатление на меня оставило, вот, потому что вот в таком жанре мюзикла, вот мюзикл, вот это не моё, но вот как-то вот, парадокс, вот в этом фильме как-то вот, они вот пересекли вот эту границу, когда ты, ты чувствуешь, ты чувствуешь всю, да, драматизм этого всего происходящего, но и тебе никак не мешает то, что, да, они поют, они поют, и да, и свои эмоции, как бы, ничего не теряется из такого реальных эмоций, а как бы ещё прибавляется какой-то новый уровень восприятия, и этот, этот, мой, как зритель, вот это переживание было даже больше, чем вот, если бы эти рассказы, это было рассказано, вот как в реализме, вот этот такой рассказ, вот такой комик и такая оперная певица, вот эта невозможность двух людей, как бы, встретиться. только петь. Да, вот прекрасный фильм, да. Ну хорошо, спасибо тебе большое, давай мы на этом закончим. На книгах и на впечатлениях твоих с прошлого, с прошлого года, и откроем Новый год с тем, чтобы было ещё больше, что посмотреть, увидеть, чтобы у тебя было время смотреть спектакли своих коллег, и чтобы у тебя было время заниматься своими подростками, и чтобы у тебя было время на то, и чтобы у тебя был шанс на то, чтобы у тебя вдруг опять появилась какая-то роль, которая тоже перевернёт твоё сознание. Спасибо, Женя. Да? Да. Хорошо. Ну, с Новым годом тебя и всех наших слушателей, и я надеюсь, что наш разговор сегодня поможет вам пойти и купить билеты в Новый Рижский театр на спектакли не только с участием Байбы Брокки, но и других актёров Нового Рижского театра. С Новым годом! С Рождеством! С Новым годом! С Рождеством! Спасибо. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова